Дети, пережившие войну, нуждаются в особом внимании, уверен лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Сегодня он посетил лагерь, где проходят реабилитацию ребята из прифронтовой зоны. Подробности в нашем сюжете. В детский лагерь под Киевом Артём приехал из Донецкой области. Вспоминает, как вместе с мамой выезжал из родной горловки, под звуки снарядов, минуя блокпосты. О том, что такое война, в свои 9 лет мальчик знает не понаслышке. В лесной заставе ему больше всего понравились лошади. Это лагерь мечты. Тут есть лошади, на них можно кататься. Первый раз мы катались со страховкой, а второй раз уже просто лошадь держали на крюке. Лесная застава – особый лагерь. Здесь уже не первый год принимают детей беженцев и военных. С ними работают психологи-волонтеры. Мальчики и девочки, которые видели ужасы войны, проходят реабилитацию. Александр работал учителем труда и физкультуры в Золотом Луганской области. Год назад приехал в этот лагерь как волонтер. Сегодня он старший воспитатель. Рассказывает, в эту смену волонтеры привезли детей из серой зоны. Зайцева, Маринки, Водинова. Меньше километра линия соприкосновения. Детки, приезжавшие оттуда, очень хорошо знают, что такое боевые действия и все, что связано с этим неприятным моментом в нашей стране. Тут они уже отдыхают в тишине и спокойствии. У нас насыщенная программа. Нет времени отдыхать. Постоянно с детьми, квест за квестом. Развлечения, походы в лес, на выживание. Поначалу ребята или слишком активны, или наоборот, очень замкнуты. Их учат преодолевать препятствия и мечтать. Маша вместе с новыми друзьями учится работать в команде. Нам надо перепрыгнуть скакалки, сделать задание, и мы пройдем квест. Кто первый выполнит из команд квест, тот зарабатывают лесовички. А еще детей учат брать на себя ответственность. Вожатые придумали для своих воспитанников настоящий медицинский тренинг. Занятия необычные. Детки собирают ягоды, грибы, и в это время с ними работают психологи. Прогулка превращается в урок. Незаметно для ребенка. Если дети даже играются в какие-то руховые игры, это не просто руховые игры, это руховые игры, которые имеют сценарии. Когда они едут в притулок до старых людей, когда они едут в притулок до тварин, и они доглядают за кого-то, они прекрасно понимают, что они не жертвы, что они допомагают кому-то. И каждый день дети отдыхают, поют, танцуют, участвуют в конкурсах. А с сегодняшнего дня могут кататься на новых велосипедах. Это подарок депутатов оппозиционного блока. Взамен воспитанники лагеря угостили нардепов печеньем. Лесная застава создана руками волонтеров и неравнодушных людей. Несколько лет назад лагерь практически из руин восстановили благодаря усилиям Юрия Бойко, а также депутатов-оппозиционеров. Таких лагерей должно быть больше. Политики должны остановить войну, принести мир, остановить стрельбу и закончить те ужасы, которые сейчас есть у нас в стране. Вот это главное, что должны сделать политики. А детки довольны. Дети сдружились здесь, дети еще вернутся. Атмосфера уникальна. Об особой атмосфере говорят и сами воспитанники. Я очень много нашел новых друзей. Теперь не хочется с ними расставаться. Очень круто прошла смена в лагере. Много было чего интересного. Наталья Шумакова, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.